Отсчитанные часы остаются до наступления католического Рождества в Европе. В это волшебное время в города и деревни Старого Света слетаются туристы со всего мира. Наш корреспондент Джанат Эрнст посетила улочки и ярмарки французского Страсбурга, который по праву считается столицей европейского Рождества. С 1570 года, в период с 24 ноября по 31 декабря, Страсбург превращается в настоящую рождественскую сказку. В разных уголках города открываются около двух десятков рождественских базаров. Фасады церквей, окна и балконы домов начинают своеобразный конкурс в иллюминации, а на улице города слышно настоящее языковое многообразие. Ведь именно в это время в Страсбург слетаются туристы со всего света. Мерри Крисмас, everyone, and Happy New Year! Свою Ноэль де Страсбург! Мы приехали из Торонто, из Канады сюда специально на Рождество. Здесь замечательная ярмарка, одна из лучших, на которых я когда-то бывала. Она несравнима ни с какой-либо другой. Ярмарка Марше Ду Ноэль считается старейшей в Европе. Она расположена на нескольких улицах и площадях вокруг знаменитого Страсбургского собора. В центре ярмарки 30-метровая ель со сверкающими гирляндами. Повсюду еловые венки, золотые звезды и фигуры ангелов и Санта-Клаусов. Хотя здесь можно встретить и самого рождественского персонажа. Счастливого Нового года и особенно счастливого Рождества! В Страсбурге возле главной елки всегда есть благотворительная ярмарка. С праздником и до скорой встречи! Я буду с подарками! Две сотни павильонов шале предлагают праздничные украшения, елочные игрушки ручной работы, ремесленные изделия из Эльзаса, рождественские сладости, пряничный хлеб с цукатами, конфитюр и бисквитные печенья. Самый известный Рождественский базар Франции собирает ежегодно около двух миллионов посетителей. Они спешат сюда, чтобы насладиться красотой ярмарок и успеть купить подарки. Ведь праздник Рождества уже стучится в дома европейцев.